Решайте сами, у меня лапки. Владимир Путин снова выступил перед нацией и окончательно снял с себя всю ответственность за происходящее. С прошлого обращения прошла неделя, но Путин и в этот раз не вел ни карантин, ни чрезвычайное положение, а всю ответственность он опять пытается переложить на других. В прошлом выпуске я рассказывала, как он сначала все просто свалил на самих людей, типа сидите дома без зарплаты, а кушайте как хотите. Потом свалил на работодателей, сказав зарплату все равно платить, хоть люди на работу не ходят. А теперь он свалился на губернаторов, потому что типа регионы разные, пусть кто как хочет, тот так и помогает. Главам субъектов федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. Они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. А я-то что, говорит Путин, я отпрос президент, а он Серега? Серега губернатор-технократ, крепкий хозяйственник, вот пускай он с эпидемиями разберет. Серега, Серега, ну куда ж ты, Серега? Как-то так совпало, что прямо во время вчерашнего выступления Путина губернаторы начали подавать в отставку. Вместо ушедших губернаторов Архангельской области Республики Коми назначили Уйбу и Бездудного, так что, возможно, это просто хотят поднять нам настроение. Вообще, эта эпидемия, которая, судя по всему, только начинается, показала всю нелепость и неорганизованность российской власти. Например, Роспотребнадзор очень хвастается тем, что делает сотни тысяч тестов на коронавирус, а теперь по какой-то причине публикуют уже третий день подряд одну и ту же цифру в 536 тысяч. Ну то есть вот человек, который этим занимается, он не замечает какой-то проблемы, что вот у тебя за последние три дня ни одного теста не сделано, а зараженные появляются. Хотя сама цифра в 536 тысяч сомнительно, непонятно, кому их делают. Правда, Песков говорит, что за здоровьем Путина постоянно следят. Может, все эти 536 тысяч тестов сделали ему? За то вот, что Путин умеет делать, так это пиарится на международной арене. Не потому, что у него такие классные навыки, а потому, что на пиар среди россиян ему плевать. Сначала мы помогли итальянцам, хотя помогли, говоря так себе, а теперь еще и американцам продали аппараты для вентиляции легких, а также средства индивидуальной защиты. В Ярославле медиков заставляют самим себе шить маски, в Липецке собирают деньги с горожан на борьбу с коронавирусом, а мы продаем эти маски в США. Поэтому, если вы не знали, зачем президент приходил в клевом костюме в коммунарку, возможно, он приходил забрать немного оборудования для американцев. Это ему и важнее, и интереснее. Надеюсь, что именно на деньги, заработанные с продажи этих ЭВЛ, государство покупает эти странные продуктовые наборы, типа шесть упаковок кетчупа и две упаковки майонеза для питерской пенсионерки. Это было бы справедливо. Ну что это я о других городах? Давайте я расскажу о своем Саратове. В России же придумали две формы контроля за соблюдением самоизоляции – цифровой гулаг и бумажный ад. Регионы побогаче пошли по первому пути. Например, в Москве разработали приложение, которое генерирует QR-код, контролирует каждый вздох горожанина и отправляет данные об этом на немецкие и эстонские сервера, чтобы эти страны НАТО видели, что мы тут еще шевелимся и трепетали перед нами. Но это в Москве, а в Саратове просто заставили всех прийти в администрацию и получить бумажное разрешение на передвижение по городу. Во время эпидемии создать очереди. И вот этих людей Путин оставил за главных в борьбе с коронавирусом. Кажется, нам всем конец. Впрочем, некоторые регионы нашли компромисс. Например, в Нижнем Новгороде вместо QR-кода можно предъявить какое-то удостоверение или собаку. Усы, лапы и хвост. Вот мои документы, как говорят в Нижнем Новгороде. Извините, гражданин начальник, у меня только бобер. Татарстан вот тоже побогаче, поэтому там код для прогулки тоже можно получить, но гораздо проще через смс. Окей, гугл, как выйти из дома без регистрации и смс? А что касается мер поддержки, то скажу так. Вот Макдональдс предлагает медикам напиток и сэндвич бесплатно каждый день. И это примерно на один неплохой завтрак больше, чем им предложил Путин. Поэтому на следующих выборах президента я проголосую за Рональда Макдональда. Он больше шарит в проблемах россиян, а Путин пусть в Америке избирается. В общем, весело все это, но в то же время и грустно. Люди все-таки умирают, но об этом мы узнаем лет через 30 из сериала HBO. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал, а также, пожалуйста, не забывайте нам ставить лайки под роликом. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока, увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok